Что выбрать, квартиру или частный дом? Наверняка этим вопросом задавались многие и свой выбор останавливали на благоустроенном жилье в черте города, думая, что содержать участок за городом хлопотно и дорого. Так ли это? Вопрос обсудим с директором компании по продаже земельных участков Михаилом Кочетовым. Здравствуйте. Добрый день. Ну вот что называется хочется и колется. Загородный дом мечта многих, но вот как правильно выбрать земельный участок, чтобы не было подводных камней? На что стоит обращать внимание в первую очередь? В первую очередь надо понять, для чего нужен этот земельный участок и какой дом вы хотите там в конечном итоге построить. То есть вы хотите в первую очередь уединения. Вы вышли, например, на пенсию, вас не заботит, как вы будете добираться каждый день на работу, вас не заботит, как вы будете возить детей в детский сад, в школу и так далее. Поэтому можно выбирать участок где-нибудь в глухой тайге. Проблем не будет никаких. Если вы ведете активную жизнь, если у вас еще есть несовершеннолетние дети, если вам надо каждый день ездить на работу, то в первую очередь нужно обратить внимание на транспортную доступность этого земельного участка. Это очень важно. Следующий этап, конечно же, нужно определиться с размерами и с своими финансами, потому что от этого впрямую уже будет зависеть стоимость участка. То есть, опять же, что вы хотите там построить? Вы хотите построить дом как загородное жилье второе или вы хотите построить дом для постоянного проживания? В этом случае возникает следующий целый комплекс вопросов. В зависимости от этого разные аспекты становятся более важными или менее важными. Давайте предположим, что я определилась. Хочу дом, жить с семьей, чтобы дети маленькие бегали свободно на улице. При этом я человек рабочий, учиться и в садик нам тоже нужно ходить. Вот такой объект. Значит, нужно выбирать объект в сторону трассы, которая менее загружена, для того, чтобы вы успевали добираться или, скажем, успевали детей завести в школу и потом добраться до работы. А чтобы земля была по всем документам чистая? Или сейчас таких проблем уже нет? А то купила там неизвестно чье это. Есть, безусловно, проблемы. Но эти проблемы сегодня гораздо более просто решаются, чем раньше, потому что существуют инструменты в интернете. То есть существуют публичные кадастровые карты, так называемые, где любой участок, имеющий кадастровый номер, можно проверить, в каком он состоянии, пригоден ли он для жилищного строительства. То есть посмотреть его категорию, посмотреть его собственника и так далее. То есть эти справки запрашиваются в онлайн-режиме, и человек может любой участок проверить с этой точки зрения. То есть его юридическую чистоту и можно ли его использовать вообще для жилищного строительства. А вот смотрите, в поселках, в которых есть водопровод, газ, наверняка землю дороже продают, чем там, где еще отсутствуют коммуникации. Ведь мы делали такие сюжеты, люди на цену как бы поменьше взарились, а после жили годами без газа, без воды, что делать. Все равно приходилось из своего кармана потом все это устанавливать. Вот стоит ли за ценой догнаться? Действительно, совершенно справедливо вы говорите, то есть в погоне за ценой можно приобрести участок. Но дело в том, что, собственно говоря, эти деньги потом придется все равно заплатить. Потому что если продавец земли говорит вам, что вода будет, газ будет, дороги будут, это ни о чем совершенно. То есть нужно либо в договоре тогда конкретизировать, и продавец должен взять на себя обязательства и прописать срок конкретно. Когда это будет? Либо все-таки поискать какие-то другие варианты. Сегодня достаточно большой выбор и поселков, и земельных участков, где действительно это уже все есть. И продавец может показать документы соответствующие, что да, действительно, покупая землю в этом поселке, у вас на участке действительно уже подведены газ, электроэнергия, вода и построены дороги качественные. Вот на этапе застройки наверняка есть план. Я могу, как потребитель, этот план взять, посмотреть у представителя компании, который будет там проводить застройку, и оценить, школа, где от моего дома участка, садик будет ли, далеко ли мне до автобуса идти? Безусловно. Вам обязательно это нужно сделать, обязательно проверить. И если даже этого нет в обозримой перспективе по времени, то возникновение детского сада или школы, если ее нет в настоящий момент, в шаговой или в обозримой доступности, то наверняка, вполне возможно, есть какие-то планы правительства нашего Алтайского края, и этот детский сад или это учреждение там школьное в ближайшие годы появится, уже включено в план развития там или в план финансирования, включено строительство того или иного учреждения. Безусловно, на это надо обращать внимание. Ходит ли общественный транспорт, потому что житье за городом, ну, предполагает, безусловно, наличие своего транспорта, потому что у нас и в городе-то не все просто с общественным транспортом, а за городом тем более. Поэтому, безусловно, обращать надо внимание на это, потому что даже если там в семье имеется один-два автомобиля, ну, на этом не ограничивается, ведь приезжают там, как бы и гости приезжают, и не всегда есть возможность там пользоваться своим транспортом. Поэтому, безусловно, обращать внимание, есть ли маршруты общественного транспорта, планирует ли застройщик в перспективе, если их нет, то организовать это движение. То есть это крайне важный вопрос. А как организовано вот в подобных поселках охрана общественного порядка, например? Кто следит за хознуждами, что ли? Вот у нас в городе есть ССЖ, всякие управляющие компании, а вот эти там? К сожалению, этот вопрос сейчас находится, грубо говоря, в зачаточном состоянии. Буквально несколько только поселков в пригородах Барнаула могут похвастаться тем, что у них появились уже управляющие компании или товарищества собственников недвижимости. То есть это разновидность товарищества собственников жилья. Оно предполагает, что в это товарищество уже могут вступить не только собственники уже готового дома, но туда могут вступать и собственники, у которых просто еще земельный участок. То есть в теории, конечно, в каждом поселке таком должна быть управляющая компания, должно быть создано товарищество собственников недвижимости, которое занимается вопросами организации жизнедеятельности поселка. Это как минимум содержание дорог внутри поселковых, это вывоз бытового мусора, это освещение уличное, это содержание детской площадки, если она есть. То есть есть вот спектр вопросов. Если мы говорим о услугах коммунальных, о поставке ресурсов, то обычно в поселках все-таки жители уже напрямую взаимодействуют с поставщиками ресурсов. То есть с поставщиками электроэнергии, с поставщиками газа, с поставщиками воды. Но тем не менее есть определенный спектр вопросов, которые должны решать сами жители. И для этого, безусловно, необходимо создание какого-то органа. Иначе каждый предоставлен сам себе и пытается решать свои вопросы самостоятельно, что не всегда удается. Особенно снежные зимы. Мы понимаем проблемы муниципалитетов, у которых не хватает средств просто для очистки основных дорог. И обычно, даже если дорожная сеть принадлежит муниципалитету, то ресурсов не хватает для качественного содержания дорог. И в любом случае приходится самим жителям заниматься этими вопросами. Поэтому крайне важно наличие какого-то органа или, скажем, какой-то структуры, которая занимается обеспечением жизнедеятельности поселка. От кого это зависит? Его создание, вы сказали, к сожалению, есть, но не везде. Зависит это. Дело в том, что нормативная база, позволяющая создавать вот такие организации, товарищество собственников недвижимости, она появилась совсем недавно. И она еще, ну, несовершенно, скажем, мягкая. В перспективе все вопрос решится. Нет, уже есть прецеденты. Единственное, чем это еще осложняется, это тем, что, опять же, в соответствии с законодательством, создание такого товарищества, оно возможно при участии 50 и более процентов. И если поселок уже жилой, и там живут 500 семей, то это уже из области научной фантастики. Поэтому этими вещами нужно заниматься на этапе организации поселка. Тогда это становится возможным. У нас 20 секунд эфирного времени. Плюсы жизни на земле. Безусловно. Безусловные плюсы. Это человек как бы живет за городом и дышит чистым воздухом. Это раз. Человек не имеет проблем с соседями. Это два. И третий. И закругляемся. Я понимаю, их очень много. Трудно. Трудно сказать. Тихо. И действительно. Человек сам планирует бюджет на содержание своего дома. О. Это очень важно. Позитивные точки и закончим. Спасибо, что пришли к нам в студию. Спасибо вам. Ну, а я напомню, что сегодня у нас в гостях директор компании по продаже земельных участков Михаил Кочетов. Субтитры создавал DimaTorzok